МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Евразион ТВ. Здравствуйте! Подходит к концу 2014 год. Самое время подводить итоги и строить планы на будущее. Давайте вспомним, какими были ключевые события студенческой жизни сферы науки и образования уходящего года в Тюменском госуниверситете. Министерство образования и науки опубликовало результаты первого этапа мониторинга эффективности вузов 2014 года. Тюмгу уверенно преодолел пороговые значения по 7 из 8 установленных показателей. Успешно прошла приемная кампания 2014 года. В этот раз на первый курс в очной форме обучения в университет зачислен 2661 студент, что на 37 человек больше, чем в прошлом году. А самый высокий результат в ПИГ – 285 баллов из 300 возможных. С 15 сентября 2014 года статус филиалов Тюменского госуниверситета приобрели Тобольская социально-педагогическая академия имени Менделеева и Ишимский педагогический институт имени Ершова. Другим изменением в структуре вуза стала самостоятельность института химии. На базе Тюменского госуниверситета при поддержке попечительского совета, возглавляемого Владимиром Якушевым, решено создать политехническую школу. В нашем регионе существует объективный запрос на кардинальные перемены в системе подготовки инженерных кадров. В этой связи Тюменский государственный университет готов предложить конкретный проект по совершенствованию подготовки технических кадров с учетом потребностей региональной экономики. Суть этого проекта заключается в создании принципиально новой площадки – политехнической школы, на базе которой будет осуществляться подготовка элитарных инженерных кадров по запросу конкретных предприятий. Событием года в Институте математики и компьютерных наук стало проведение Всероссийского чемпионата по сетевым технологиям под эгидой компании ЦИСКО. И вообще можно сказать, что год ознаменовался рядом крупных побед студентов института на различных соревнованиях областного, российского и международного уровня в области компьютерных технологий и сетевых технологий. Самым значимым событием в Институте истории и политических наук в 2014 году стало проведение летней школы «Сибирский вестерн». Данное мероприятие проходило в Институте впервые при поддержке германской службы академических обменов. И приехали 11 немецких студентов из различных уголков Германии, чтобы изучать русский язык, а также культуру и историю Западной Сибири. Главным событием для нашего института, впрочем, как и для Института химии, я подозреваю, это очередная реорганизация на основные структуры. Ну, еще из главных событий этого года можно отметить успехи нашего студенчества, потому что эти успехи затрагивают и научную область, и творческую область. И что касается научной области, студенты наши ездили на конференции в Челябинске, конференции в Пензе, привезли вторые и третьи места, один даже диплом первой степени. В этом году значимым событием для нашего института стало подписание приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о перечне вузов, имеющих право проводить тестирование по русскому языку. Отрадно, что в этот перечень вошел и наш вуз наряду с такими столичными вузами, как РУДН, МГУ, Институт русского языка имени Пушкина и Санкт-Петербургский госуниверситет. В 2014 году в Институте наук о земле стала международная школа-семинар «Биогеохимия элементов и соединений в природных средах». Мероприятие интересно тем, что на нем институт получил благодарность от Института геохимии Российской Академии наук, геохимии-аналитической химии Академии наук и медаль имени Ковальского. В этом году мы провели, можно сказать, самое большое, самое массовое, самое масштабное наше мероприятие – это неделя Института биологии, в рамках которого прошло огромное количество мероприятий для студентов, преподавателей и работников Института. Завершающим мероприятием недели Института была премия «Баффи-2014». Успешно завершилось, пожалуй, главное событие года для Финансово-экономического Института – первый чемпионат области по решению бизнес-кейсов, в котором приняли участие студенты всего города, также Тимгу и, естественно, из ФРИ. Главным событием уходящего 2014 года в Институте психологии и педагогики стало получение гранта Европейской комиссии «Темпус» для подготовки педагогов в системе инклюзивного образования. Задача интегрированной педагогики инклюзивного образования – осуществлять психолого-педагогическую поддержку и развитие всех категорий детей. Это является целью нашего гранта. «Институт государства и права» получил мощный импульс развития. За этот год у нас прошли очень серьезные, значимые, структурные и кадровые даже преобразования. Пожалуй, наверное, самое крупное, яркое, значимое событие этого года – это проведение первых сибирских правоочтений. Это международный форум, крупнейший международный форум с участием иностранных специалистов. Основным и знаменательным событием для Института физической культуры, уходящего с 2014 года, является участие наших студентов на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Евгений Гораничев завоевал бронзовую медаль, и на Паралимпиаде Николай Полохин завоевал две золотые и две серебряные медали по биатлону. Таким был 2014 год для Тюменского госуниверситета. Впереди нас ждут новые события, не менее важные и интересные. Одно из них – 85-летие «Альма-Матер», которое ВУЗ отметит в 2015 году. Ну а почитать об итогах года можно в свежем выпуске журнала «ЮТМН». А на сегодня это все. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова